Здравствуйте, наши уважаемые зрители канала Перехват Управления. У нас на связи Алексей Климин, информационно-аналитический центр «Честь и Родина». Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Виктория. Добрый день, наши дорогие слушатели. Мы сегодня записываемся как раз в воскресенье, 17 марта. Сегодня проходят выборы в России. Я думаю, что наша беседа будет интересная. Алексей, да, мы немножечко с вами по новостям пройдемся. Ну, начнем с послания Путина кратенько, и дальше будут, я думаю, у нас очень интересные темы. Вам слово. Да, спасибо. Вы знаете, вот это послание президента, оно имеет интересные посылы. В нем разлучали обещания, многие там разные цифры называют, это обещания примерно на 10 триллионов рублей, которые будут вложены в ближайшее время в различные сферы нашей страны. Вот, много было сказано именно про расходы, но ничего не сказано про доходы. Да, вот где можно, где возьмут эти 10 триллионов рублей, из каких фондов, да, можно здесь предположить, и здесь, мне кажется, мы не ошибемся, что это сделают за счет, в первую очередь, повышения налогов на богатых. И за счет, конечно же, перераспределения собственности, а это означает масштабную национализацию внутри страны. Вот самый главный вывод из послания президента, который мы можем сегодня сделать. Алексей, если говорить, что ни одни обещания президента не были выполнены, то получается, что и это, скорее всего, не так. Вы знаете, нынешнее послание, оно отличается от всех предыдущих тем, что вокруг президента сейчас сконцентрированы военные кланы, которые не смогут простить ему обмана, прямо скажем, то есть градус недовольства и градус ответственности и внимания со стороны военных достиг такой величины, что никакие профанации они просто воспринимать не будут, и они отреагируют тем или иным способом. Поэтому я думаю, что вот это послание президента, оно тем и отличается от предыдущих, что все сказано с точки зрения того, что это будет реализовано. И здесь надо сказать, что многие промышленные предприятия у нас сегодня работают в три смены. Идет, и мы уже об этом много с вами говорили, идет подготовка к неизбежному столкновению со сторонами НАТО. Эта подготовка идет не только в нашей стране, но и со стороны стран, которые, значит, входят в НАТО. Работают предприятия, начинают запускаться 12 заводов в Европе по производству дронов общим объемом 5 миллионов дронов в год. А я напомню, что Россия на сегодня уже вышла на 1 миллион 200 дронов в год. Украина же только к концу этого года декларирует, что она выйдет на производство 1 миллиона дронов в год. Но я думаю, что с теми вопросами, которые сейчас стоят, по поводу снабжения, по поводу урезания, пипеточной помощи, я думаю, что эта цифра, задекларированная украинским руководством, она не будет достигнута. Плюс на днях прошла информация, что на границе со странами Прибалтики на днях выгружалось военное подразделение Белоруссии, спецназа Белоруссии. То есть мы сегодня стоим в преддверии серьезнейших военных событий. Здесь можно говорить о вероятности, кто первый начнет, первый шаг сделает. Либо группировка НАТО, которая сконцентрирована на наших границах в размере уже 300 тысяч солдат НАТО, плюс корабли в Прибалтике, плюс тяжелая военная техника. Но наши уважаемые зрители все это видят в прямом эфире, в интернете все выкладывается. И аналитика, и разгрузка различной тяжелой техники НАТО, мы это все видим каждый день, каждый час. Поэтому напряжение растет по ту и по эту сторону. Здесь вопрос в том, кто начнет первый. И вот в связи с этим как раз и был посыл со стороны президента с точки зрения как бы перераспределения собственности внутри страны. На самом деле этот вопрос уже давно назрел. И национализация сегодняшняя, или мы так ее назовем, бархатная реприватизация, она давно созрела. Это было после незаконной приватизации Чубайса, которая произошла в 90-е годы, и когда наши главные предприятия, по сути это дело недра страны, были переданы олигархам. И вот они бессовестно 30 лет грабили нашу страну. А я напомню, дорогие наши слушатели, что наша страна обладает 40% мировых богатств на минуточку. 2% мирового населения и 40% мировых богатств. Сколько можно терпеть грабеж нашей страны? Поэтому президент прямо и недвусмысленно сказал в своем послании, что будут тратиться триллионы рублей на инфраструктуру, в первую очередь на обустройство границ наших, на подъем нашей военной промышленности, исходя из того, что многие предприятия будут сегодня отданы военным кланам. Здесь еще надо обратить внимание, что в зоне риска на сегодня находятся в первую очередь металлургические предприятия, которые поставляют металл потенциальному нашему противнику. И недаром в последний месяц наши противники нанесли удар по Новолипецкому металлургическому комбинату, который производит сталь для танков и изготавливает формы для двигателей и танков. Плюс они же нанесли удар по Михайловскому ГОКу. Несколько лет назад мы знаем, как был продан Михайловский ГОК одной из структур Усманова, и на этот ГОК претендовали структуры Евросхолдинга. Но, тем не менее, скандал вот этот замяли, и в итоге мы сегодня имеем то, что имеем. Поэтому все вот эти разрушения, атаки дронов, уже десятки дронов летят на Россию. Мы этого, естественно, допустить не можем. Мы должны как-то противостоять. И я считаю, что сегодня непростительно, я думаю, критиковать наших военных. Надо все-таки иметь некий государственный подход. Надо все-таки стоять на позиции государства. И перед предстоящим ударом надо сделать все, чтобы усилить нашу страну с точки зрения и риторики, и пропаганды, и просвещения, чем мы с вами занимаемся. Не надо расшатывать нашу страну. Я еще раз повторю, что в ближайшие месяцы будет удар по России. Значит, и нам надо быть сильнее. Хватит уже разногласий, хватит ругаться. Необходимо смотреть в будущее. Алексей, вы считаете, что все-таки это национализация заводов, предприятий. Не кажется ли вам, что это просто передел собственности? То есть отдаются у одних забирается и отдаются олигархам другим? Вы знаете, в военное время передел собственности с точки зрения одного или другого олигархата невозможен. Сегодня государство возвращает то, что у него своровали 30 лет назад. Как можно назвать того, который возвращает ворованное, неким переделом в интересах олигархата? Вы видите, как сегодня олигархи превращены в итоге в пыль, которую то опускают, то поднимают. То есть никакая классовая теория уже в принципе не работает. И нам на это тоже надо обращать внимание. Сегодня государство большими темпами усиливается. И нам надо способствовать усилению нашей страны, усилению нашего государства. В противном случае вся вот эта риторика по критике военных, критике различных других кланов, она может привести к гражданской войне, что нельзя допускать. Так вот, сегодня именно металлургия стоит первая в очереди на предстоящую национализацию, потому что Россия не может допустить вот этих поставок, где выгодно туда и поставляем, а в итоге металл попадает на строительство военной техники в руки наших потенциальных противников. Поэтому Русалу и Евросхолдингу надо приготовиться. Другой вопрос, что те люди, контролирующие вот эти металлургические комбинаты, они же сегодня, как мы видим и слышим, уже создают свои частные военные компании. Для чего? Для того, чтобы защищать свою собственность? Или для того, чтобы толкнуть Россию в пучину хаоса гражданской войны? Вот этого тоже допускать нельзя. Поэтому, на мой взгляд, все-таки передача собственности, той собственности, которая незаконно была приватизирована 30 лет назад, именно военным людям, я считаю, что это можно только приветствовать. Это положительный посыл со стороны нашего президента. И я не могу не согласиться с этим посылом. Мы ждали много разных действий, противоречивых с его стороны в течение 30 лет. Мы могли критиковать и прочее, и прочее. Но сегодня то, что делает президент, достойно похвалы. И я предлагаю все-таки смотреть на два, на три шага вперед. Потому что все эти действия уже созрели. Буквально две недели назад был арестован олигарх в Свердловской области, который ходил в список 100 Форбс-олигархов. У него были переданы в руки государства два завода. Это только начало. Вот эта борьба между кланами, она сегодня только-только зреет. И я думаю, что либо здесь будет усиление государства, к чему я призываю, либо будет некая позиция тени-толкай со стороны олигархов, которые 30 лет, в общем-то, не могут успокоиться. И здесь надо сказать, что еще один интересный человек, Андрей Белоусов, который продвигает вот эту вот проблематику о том, чтобы все экспортеры продавали экспортную выручку внутри государства, это тоже положительный момент. Так вот, Андрей Белоусов возглавил комиссию в последнее время, куда вошли также силовые органы России. И я думаю, что там немало таких умных людей, как Белоусов, находится у нас на верхушке управления. Это стоит действительно поддержать. И вот те призывы левой идеи, значит, большего контроля государства, сегодня они реализованы. И тем левым силам, которые критически относились к нашей власти, я думаю, что им стоит действительно пересмотреть свою позицию. Хватит расшатывать страну. Алексей, ну вот вы сказали, что НАТО готовится к войне, мы готовимся к войне. Но война уже давно идет. Если два государства воюют друг друга, если две армии воюют друг друга, убивают друг друга, то это называется война. Но мы так и не признали это. Мы до сих пор считаем это СВО. Почему? Вы знаете, значит, все вот эти противоречия, которые сегодня мы видим с февраля 2014 года на Украинском театре военных действий, это только один из отборочных туров перед большой предстоящей войной, которая неизбежна. Я чуть позже скажу о причинах этого столкновения. Они в большей степени идеологические и экономические, но Украину надо рассматривать именно с этой позиции, что это первый отборочный тур. Потом, когда некие планы были сорваны, Россия попала во вторую ловушку. Это, значит, сирийская операция. А мы знаем, что Сирия была раньше под эгидой Франции. Это французская зона влияния. И вот мы таким образом попали под заказ вот этих мировых банкиров, которые стоят за Макроном. Я напомню, Макрон – это протеже вот этого интересного человека Жан-Жака Атали. Вот его книга знаменитая, бестселлер, «Краткая история будущего», где он описал кочевую элиту, которая грабит все страны по всей планете, за которой следуют рабы-рабочие, которые не имеют своего жилья и вынуждены работать за похлебку. Поэтому вот эти все телодвижения со стороны Макрона в последние дни, что Макрон сказал, Макрон пригрозил, Макрон пальчиком повилял и прочее, и прочее насчет той проблематики, что, дескать, французские войска зайдут в Украину с точки зрения того, чтобы контролировать основной украинский порт Одессу. Ведь это говорит только об одном, что глобалисты, стоящие за Макроном, они хотят оттяпать от Украины свой лакомый кусок. Алексей, скажите, а почему именно Макрон так старается? Ну, вы знаете, очень внимательно надо смотреть не на законы и на какие-то моменты, связанные со словами, а на символы. Я считаю, что в 2018 году сборная Франция недаром победила на чемпионате мира по футболу. Если вы обратили внимание на церемонию награждения, где присутствовал и наш президент, многие, это уже стерто на Ютубе, но многие обратили внимание на кровоточащий нос Макрона. Почему-то у него там сильно кровь текла на носу. Случайно это сделано было или намеренно, но как бы было продекларировано нам, в том числе со стороны глобалистов, что есть некий союз России и Франции, вернее не Россия, а одного из клана, который контролирует Россию, и французами, который, в общем-то, в перспективе будет реализован. Откуда там появилась кровь у него на носу, это тоже как бы один из символов. Неужели в ближайшие месяцы прольется французская кровь на территории Украины? Ну посмотрим, посмотрим. Но самое главное то, что Франция, которая, в общем-то, сегодня попала под эгиду Ватикана, и мы знаем, что и французские руководители последний год очень уж зачастили на прием в Ватикан, плюс руководство Армении, которое выходит фактически из ОДКБ последние два месяца, ну не вылазит, в общем-то, из ватиканских структур, ну и руководство Украины в том числе тоже пытается не опоздать на этот последний поезд. Все это говорит о звеньях одной цепи, то, что существует союз между Макроном, Зеленским, современной Арменией, да, и, в общем-то, Ираном. Мы не будем забывать, что в 1979 году именно военная разведка Франции доставляла Аяталу в Иран и тем самым способствовала этому теократическому режиму. Поэтому в Черном море столкнулись интересы Ватикана, а это на минуточку 10 триллионов долларов Банк Ватикана, и интересы англосаксов, которые исторически контролировали черноморские порты и проливы. Поэтому посмотрим, где здесь Россия, она будет попутчиком Франции, что я предполагаю неизбежно на сегодня, либо она будет, в общем-то, лавировать между двумя этими игроками в национальных интересах, что тоже нельзя исключать, если военные кланы России будут активнее действовать в этом направлении. Но сегодня можно сказать одно, что Франция наметилась на Дейсу, на порт. В этом городе очень много французских разных интересов. Исторически было и сто, и двести лет назад. Многие известные французы имели не последний вес. И была интересная такая организация, созданная после 1945 года, Одесса по-английски, которая лоббировала интересы эсэсовцев, которые, в общем-то, убегали из Европы в то время. Поэтому вокруг Одессы сегодня мы будем наблюдать интересные события. Но с точки зрения Украины надо приготовиться еще и ждать посыл от той же Венгрии, которая тоже претендует на часть Украины. То есть я хочу сказать, что раздел Украины, он сегодня начинается. И мы это будем наблюдать. И вот самое главное, чтобы Россия не принимала однозначно ту или иную сторону и, прямо скажем, как Микоян говорил, прошлась между капельками. В рамках своих национальных интересов. Посмотрим, поживем, увидим. Алексей, я, правда, немножко запуталась. То есть, получается, Макрон будет на стороне России? Вы не запутались, вы правильные выводы делаете. Это связка Франции и одной из башен Кремля. Она же ведь прослеживается с самого начала, с 2014 года. Какая именно башня Кремля? Ну, их всего существует четыре, так, упрощенно, да? С левого фланга – это две башни Кремля. Это большевики-ленинцы под эгидой Росгвардии. Здесь основным как бы атрибутом является добыча золота и предприятия, связанные с добычей золота. Здесь, значит, концептуально сформулирован план такой, который многие называют план Соломона. Вот вокруг этой Красной башни он действует, да? Здесь ЧВК различные, здесь в том числе фигура Ленина расположена метафизически, да? Тот Коран Усмана, который он передал в свое время мусульманским народам и тем самым обеспечил себя поддержкой со стороны исламского мира. Ну и, соответственно, вот Игорь Беркут, который сформулировал проект «Небесный Иерусалим» тоже относится вот к этой башне большевиков-ленинцев. Мы не будем дальше расшифровывать, чтобы как бы составить некую интригию, но это как бы здесь проявляются интересы Великобритании и Лондон-Сити, которые, в общем-то, заинтересованы в сохранении тех позиций в Черном море, которыми они обладают сотни лет. Плюс вторая башня на левом поле, на левом поле, да, идеологическом, она называется «Евразийская башня». Ну, это структура, естественно, «Роснефти». Мы помним там генерал Никандров и так далее. Сейчас в последние дни выпустили самого главного, значит, авторитета, да, «Езида» по происхождению, значит, который вышел по УДО. Это вот из этой тоже башни Кремля. Я напомню, что два-три года назад, когда были столкновения на границе Белоруссии и Польши, вот эти волнения, да, недовольных людей, то есть вот это все организовали как раз «Езиды». Интересная такая религиозная, как бы религиозный этнос, которому надо присмотреться и который, в принципе, контролирует весь криминальный мир России. Вот это вот башня, «Евразийская башня» Кремля. Здесь, естественно, сконцентрированы спецслужбы. Все вопросы, связанные с транзитом наркотиков, криминал, «Скифская линия». Значит, здесь основная идея заключается в том, что превратить Россию как вассал Китая. Вот они чего добиваются, и назвали себя евразийцами. Вот в этом контексте, наверное, стоит пару слов сказать насчет тех ударов, которые получила эта башня в последние месяцы. В частности, смерть сына главы Роснефти Сечина, Ивана. Здесь тоже сохраняется интрига, почему прилетел удар по этой башне. Дело в том, что все те противоречия, связанные с фигурой Навального, которые, в общем-то, последние годы были на поверхности, они вызвали, скажем так, негатив по отношению к евразийской башне, и недаром у него также оторвался тромб. И буквально через 10 дней они наносят ответный удар по Алексею Навальному. Причем также у него оторвался якобы тромб. Да, я здесь плавно перехожу к той башне, которая нанесла удар по евразийцам. Это башня либеральная, которая, в общем-то, с 91-го года захватила все в нашей стране, включая и ресурсы, и политическую власть. Но, слава богу, последний год наши военные, в общем-то, сделали вызов этой либеральной башне. Но вот вокруг либеральной башни сконцентрированы такие метафизические проекты, как, значит, Новый Вавилон. Мы слышим такие названия. Новый Вавилон, Новая Хазария, значит, фигура Троцкого. Если у большевиков-ленинцев это фигура Ленина, то здесь Троцкий, Всемирная революция, взять под контроль все страны и так далее. Ну и здесь, с точки зрения силовых структур, здесь, конечно же, МВД Российской Федерации. Здесь надо посмотреть, какого цвета их форма. Значит, синяя, да, темно-синяя. Вот, и так далее. Это тоже о многом говорит. Ну и они, конечно же, сидят на таком доходе, как нефтедоллар. То есть цифровые валюты, которые они, в общем-то, могут имитировать в любом масштабе. Вот, я считаю, что вот эта башня либеральная на сегодня, она теряет власть в связи с тем, что предстоит новая национализация или реприватизация. Вот эта башня, она в итоге потерпит поражение. Какой расклад будет после нее, посмотрим. Ну и в заключении я хотел бы еще рассказать пару слов о четвертой башне Кремля, на которую многие смотрят с надеждой. Это военные. Это правые, это имперцы, которые стоят на позиции построения России как Третьего Рима. Это возврат к традиционным ценностям. Значит, это церковь, это Бог, это религиозный контекст, это смысл жизни человека с точки зрения религиозной интерпретации истории и так далее. Это так называемые оценщики-мандиалисты, союз с Европой. Мы уже раза три обсуждали ось Берлин, Москва, Пекин. Вот об этой башне я как бы много говорю, смотрю на нее с надеждой. Я думаю, что в итоге эта башня нанесет поражение либеральной башне. Ну а кто будет в выигрыше, это посмотрим. Возможно, в выигрыше будет как раз Евразийская башня, которая сегодня ушла в так называемый пассив. То есть наблюдает и, в общем-то, лишена субъектности. Ближайшие годы нам дадут ответы на этот вопрос. Алексей, у меня тогда вопросик. Шойгу – это представитель вооруженных сил, церковь – представитель Ватикана. То есть как у вас может быть надежда на эти силы? Согласен. Это представитель Мальтийского ордена. Я напомню, что Павел I был руководителем Мальтийского ордена, которого как раз и убили табакеркой в свое время. Вот эти представители конкурирующего клана. В общем-то, несмотря на то, что прошло там 200-300 лет, эти все группировки, они как были представлены в нашей стране, так и представлены до сих пор. Они действуют за счет своих ораторов, за счет своих адептов и так далее, и так далее. Я все-таки заострил бы ваше внимание на фигуру Валерия, нашего руководителя генерального штаба, Валерия Герасимова. Вот эта главная фигура Сергея Шойгу – это, скажем так, фигура, которая на поверхности, в общем-то, свадебный генерал. Мы не будем критически к нему относиться. Там тоже есть некоторые моменты, о которых хочется сказать критически, но мы не будем этого делать в связи с предстоящими событиями. А вот фигура Валерия Герасимова, я считаю, что это один из гениальных людей в нашей современной России. И недаром в последнее время Валерий Залужный, руководитель вооруженных сил Украины, был бессовестным образом отправлен послом в Великобританию. Ведь он в своё время говорил, что он является учеником Валерия Герасимова и всячески восхищается его мыслительными и умственными способностями с точки зрения стратега. Ведь Валерий Герасимов несколько лет назад сформулировал концепцию гибридной войны. Он создатель этой концепции, в которой чётко было сказано, что Россия в связи с этими неадекватными действиями, агрессивными действиями стран НАТО, она, в общем-то, терпеть вот это не может бесконечно, когда были договорённости, что НАТО не будет расширяться на восток. Тем не менее, они наглым образом нас обманывали последние 20 лет и расширяли зону своего влияния на те страны, которые исторически связаны с Россией, исторически связаны. Вы понимаете, мы не могли это бесконечно терпеть, поэтому была сформулирована доктрина Герасимова, что Россия в итоге готова и к локальной войне на Украине, и к региональной войне в Прибалтике, и к мировой войне, поскольку чувствует вот в этих шагах со стороны НАТО значит, угрозу своей национальной безопасности. Я напомню, что за месяц до СВО, до 24 февраля 2022 года, Тихоокеанская флотилия вышла из Владивостока, прошла Китайское море, и уже в территориальных водах Ирана провела совместные учения с войсками Ирана и войсками Китая, на минуточку, это было за месяц до этого. А потом, после вот этих учений Ширу-2022, наша флотилия прошла Средиземное море и встала перед турецкими проливами в надежде на то, что она зайдет в Черное море и будет сформирован военно-морской кулак на границе с Украиной. Но буквально через два дня президент Турции Эрдоган закрыл турецкие проливы, сославшись на доктрину Монтрео. Ну вот это еще очередной удар от нашего геополитического противника, с которым мы 12 русско-турецких войн провели. Были и положительные результаты этих войн. Была 10-я русско-турецкая война, которую назвали Крымская, где Российская империя потерпела поражение. Там был погиб генерал Корнилов и многие другие военачальники. Поэтому клубок противоречий вот в этом кипящем котле, он еще больше будет усиливаться. Но я хочу призвать наших дорогих слушателей все-таки убрать на время вот эту критику режима. Все плохо, здесь плохо, здесь развал, здесь не соблюдает договоренности, здесь врет. Давайте подождем, потому что мы сейчас подошли к решающему рубежу. И здесь я хочу сказать, что многие такие вот известные аналитики, как Ариэль Маром и так далее, которые, в общем-то, изучали искусственный интеллект, вот эти глобальные чаты, которые искусственный интеллект, он же сказал, что при начале ядерной войны выигрывает только тот, кто начинает первым. 68% вероятность победы у того, кто начнет эту войну первым. Я считаю, что локальное ядерное столкновение, оно уже неизбежно. Мы прошли ту точку невозврата, которую обсуждали и в конце 2021, и в начале 2022 года. Слишком уж агрессивно страны НАТО реагируют на наши как бы геополитические притязания. Причем с исторической точки зрения, мы, как с точки зрения империи, мы не захватываем другие территории, мы расширяем и сохраняем степень своего влияния на те страны, с которыми ментально, культурно, исторически и с точки зрения языкового пространства мы связаны на многие-многие тысячи лет вперед. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос, Франция уже как стервятник ждет свой кусок. Сейчас Венгрия, премьер-министр Венгрии недавно встречался с будущим, я считаю, президентом США Дональдом Трампом в его имении во Флориде. Обсуждались некоторые вопросы с точки зрения продолжения или прекращения вот этого боестолкновения и недопущения расширения военных действий на страны Прибалтики. То есть вот эти противоречия, они обсуждаются не на таком бытовом, как мы с вами, уровне. Они обсуждаются везде. Плюс вот эти вот явные недовольства со стороны Польши. Последние месяцы именно польские фермеры останавливают фуры и вагоны с украинским зерном и высыпают их на землю. И здесь надо сказать, что Польша уже негативно относится к действиям Украины. Причем Украина подписала это соглашение о транзите своего зерна через территорию Польши, но не соблюдает его. Начинает продавать зерно внутри польской территории. Это неуважение к полякам, это неуважение к тем договоренностям, которые у них были и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Франция на сегодня, как вы правильно сказали, является попутчицей России в рамках той башни, которая сегодня, в общем-то, пока сохраняет власть. И Польша также является попутчиком России в предстоящем вторжении или не вторжении в страны Прибалтики. Ну и плюс еще надо учитывать позицию Финляндии, которая заявляла и осенью, и потом дальше заявляла, что, пользуясь морским правом, она, дескать, может перекрыть Финский пролив и так далее, и заблокировать наш нефтяной порт в Усть-Луге. А я напомню, что это 40% всего нефтяного экспорта России. То есть ничего хорошего по периметру России я не вижу. И в этой обстановке нам крайне невыгодно вот так критиковать внутренние кланы в России, какими бы они ни были. У них сейчас идет борьба между собой. Но самая главная задача всех группировок, всех башен Кремля и нас с вами сохранить государственность, сохранить целостность России и ни в коем случае перед предстоящей дракой не критиковать друг друга, а наоборот сказать, что у нас все получится. Поэтому я призываю вот эти все минусы переформатировать на плюсы и искать во всем новостнике каждодневном только положительные моменты, а их тоже немало. Еще одна непонятка для меня – это вот большевики-ленинцы, вы их назвали, и в то же время вы их назвали иудеями, потому что Беркут, насколько я знаю, именно оттуда. Как это сочетается? Вот эта вот идея плана Соломона или Небесного Иерусалима – это ведь этим занимаются каббалисты. Алексей, разве это не Хазария, которой вы причислили третью башню Кремля? Не к ним она относится? Нет, не Хазария. Новая Хазария – это как раз либеральная башня Кремля, которая основывается на структуре ФРС и Бреттенвудскую финансовую систему, которая была создана в 1944 году. Вот они как раз держатели нефтедоллара и тех банковских переводов, которые сегодня управляют всем миром. Разве это не одно и то же? Это не одно и то же. Здесь водораздел между ними явный. Надо сказать, что мы не можем также в одну группу причислить сионистов, которые выступают за усиление Израиля, и тех представителей ортодоксальных течений в иудаизме, которые сжигают израильский флаг. Вам не кажется вот это вот странно? Поэтому водораздел между ними есть, он присутствует. Одни выступают за глобальное управление по всему миру, а другие выступают за национальное государство в рамках известных границ Израиля. То есть за глобальный мир – это вот эти либералы, это третья башня, правильно? За глобальный мир с точки зрения финансового контроля в рамках созданной Бреттен-Вудской финансовой системы в 1944 году, которая, в принципе, изжила себя. Я напомню, что когда создавалась эта Бреттен-Вудская финансовая система, включая ФРС, Мировой банк, ВТО, экономика США была более 50% от мировой. Сегодня 16% от мировой. На первое место уже выбивается Китай как основной геополитический конкурент Соединенных Штатов Америки. Поэтому руководству Соединенных Штатов не все равно сохранить или не сохранить то, что сегодня происходит. Есть определенные кланы, которые связаны с Дональдом Трампом, которые выступают за изоляцию Соединенных Штатов Америки и невмешательство в мировые процессы. Они говорят, хватит Соединенным Штатам быть мировым жандармом. Поэтому они выступают за то, чтобы все производство из Китая и из других стран перекочевало на территорию Соединенных Штатов Америки. Они выступают за сильную свою страну. Почему бы нам не взять пример с них? Почему мы лезем туда и везде мы должны как-то чего-то? Надо четко сформулировать, что это наша зона геополитического влияния. Но нас не слышат. Вы видите, что происходит... Вы знаете, сегодня именно либерализм ведет аэргардные бои по всему миру. И он чувствует, что он в общем-то метафизическом смысле проигрывает. Вот эта вот идея социального дарвинизма, когда в 1991 году в нашей стране захватили все либералы и еще раз подчеркну, провели незаконную чубайсовскую приватизацию, это все привело к чему? К социальному дарвинизму, когда сильный жрал слабого, а не про слабого человека 30 лет нам трындели, что это типа балласт, его за борт надо выкинуть, потому что человек слабый, он не справился. В печку его, понимаете? То есть это совершенно неприемлемый подход. Сегодня государство набирает обороты, государство становится сильным наше, и это нельзя не приветствовать. И государство говорит этим социальным дарвинистам, что нет, мы не будем убивать слабых, мы, наоборот, встанем на их защиту. Поэтому начали выплачивать и пенсии, и начали больше заботиться и о медицинских работниках, и о врачах, учителях и так далее. Посмотрите в 2000-е годы, что было. Поэтому очень много есть плюсов, да, но и минусов немало. Плюсы какая башня делает? Ну, вы знаете, здесь же как бы они между друг с другом переплетены, прямо скажем. Они переплетены, имеют родственные связи и так далее. Ведь я почему хочу, уже на третьей передаче у нас, я почему хочу коротко, если вы мне позволите, сказать всё-таки о двух типах сознания. Вот если вы мне дадите время, я вот сейчас небольшую телегу толкну, и нашим слушателям сразу станет понятно, потому что вот если мы упростим эти четыре башни, и в итоге мы сформулируем, что есть два типа сознания, и люди перестанут путаться, они поймут, что есть чёрная, а есть белая. Так вот, я хочу сказать, что люди отличаются друг от друга прежде всего по крови. Это расовый и национальный генотип. И с другой стороны по языку, это архетип культуры. Кровь и язык определяют как раз тип нашего мышления. И тип мышления, и бессознательные приоритеты воли закладывают в закономерности поведения вот этого коллективного бессознательного, о чём описал Зигмунд Фрейд. И, соответственно, мышление, опирающееся на знаки, называется абстрактно-понятийным мышлением. Это аналитические английские и французские языки. Время здесь, вот у них, у французов и у англичан, это стреловидная, то есть линейная деятельность. Время — это деньги. Вот, пожалуйста, либеральная башня. Деньги, процент, судный процент, закабаление всего человечества. Если ты слабый, если ты нищий, значит, тебя надо за борт выкинуть, умирай, по идее, и прочее. Мышление же в памяти, опирающееся на символы, называется конкретно символическим мышлением. Здесь мы сразу вспоминаем Китай. У них мышление иерографическое. Здесь, в общем-то, время воспринимается уже не как линейный процесс, как у англичан, а как порядок следования событий. И поэтому они, китайцы, мудрые китайцы, они готовы ждать некоторых событий сколь угодно долго. Они могут сто лет ждать определенное событие, поскольку они ждут цикл, который начнется. Ну и сейчас вот наше русское мышление, оно способно оперировать образами и подобиями вещей. И оно называется целостно-иррациональным, то есть троично-симметричным мышлением. Особенностью нашего русского мышления выступает как раз способность к парадоксам. Мы за счет гибкости форм именно русского языка, это позволяет русским людям мыслить парадоксами и иногда принимать иррациональные решения, потому что это основано на интуиции и на уникальности. Вот сейчас идут споры между аналитиками, дескать, ну зачем же Россия открывать второй фронт прибалтийский? Так вот, ради как раз парадокса и ради иррациональности, которую нельзя просчитать, и это будет как бы основой для торга, для торга, чтобы выйти из той ловушки, в которую Россию попало в 2014 году, в которую ее просто заманили наглым образом, а потом заманили в сирийскую авантюру. Поэтому Украина — это только начало вот этих всех больших событий и той перестройки сознания, которая сегодня происходит у миллионов. И теперь самое главное, о чем я хочу сказать, это два типа сознания. Вот в природе человека заложены два типа сознания, образующих как раз метафизические полюса, между которыми зажата всемирная история. Один тип сознания сегодня воспринимается как либеральный или как материалистический тип сознания. К этому, кстати говоря, к типу сознания частично примыкает левая идея, но не полностью. Здесь возможны гибриды. А вот либеральная идея — это чистый материализм, который работает только от аргумента тела. Вот это и образует вот этот первый полюс — материалистический тип сознания. И греки так описали этот тип сознания. Человек — есть мера всех вещей. Поэтому специфика человека и его отличие от всех попадающих в орбиту его внимания существ, от животных до ангела, это его центральность. Человек воспринимает в этом типе сознания себя как цель бытия, как то, ради чего. Бытие есть и ничего больше не существует. Так вот, у этого полюса сознания есть только шкурные, либеральные версии. И древнегреческий антропоцентризм, то есть человек — это центр Вселенной, в исполнении вот этих современных финансовых воротил на основе бреттенвудской финансовой системы превращается в итоге в наглый, наступательный гедонизм. То есть удовольствие для них — это цель жизни, в котором вот в этом гедонизме великие прозрения метафизиков трансформированы в пафос безудержного потребления. И разница между правой идеей и либерализмом, то есть материальной идеей, она слишком велика. Сегодня культ человека остаётся общей платформой и сутью вот этого первого либерального типа сознания. А вот второй тип сознания, друзья мои, рассматривает человека как глиняную куклу, созданную в целях безмерно превышающих возможностей человеческого понимания. Человек — это не центр Вселенной, а человек — это участник некого провиденциального замысла. И автор этого замысла — трансцендентный субъект, то есть непостижимый и ничем не могущий, сравнимый с чем-то либо Бог, который создал людей и всё сущее на земле ради своих собственных, лежащих за пределами акта творения целей. И вот этот, друзья мои, тип сознания отрицает, что человек — это мера всех вещей. Мерой всех вещей в этом типе сознания являются отношения к неведомому Богу. Человек посвящает себя этой непостижимой идее единственному трансцендентному субъекту, без ссылки на которого вся реальность полностью лишается смысла. Поэтому правая идея, о чём я много говорю, отвечает вот этому второму типу сознания, это не материалистическая концепция, а духовная. Она предполагает, друзья мои, божественное право на власть, высшие функции церкви, что было до 1917 года, идею русской культуры, обращение к Богу, осмысление нашей жизнеспособности и поднимает степень осмысленности для всего народа. Поэтому вот с этих позиций, если мы будем рассматривать, то надо сказать в итоге, что на стороне вот этих строителей, бесконечных строителей Вавилонской башни полное отсутствие понимания Бога. Они, именно они, атеисты в 1917 году, громили наши церкви, расстреливали наших священников и расстреливали наших русских братьев-мусульман, отправляли их в ГУЛАГ миллионами. Вот этого сегодня допустить нельзя. Поэтому я вот в итоге делаю вывод, какой сегодня очень многие люди задумываются о понятии справедливости. То есть, но не справедливости, как распределение материальных благ, поскольку жизнь в этом случае становится тоже бессмысленной, а справедливость, как наличие смысла бытия. И религиозная интерпретация истории, осмысление с точки зрения религиозного контекста, сегодня выходит на первый план. Поэтому социальной базой для всех вот этих верующих будет как раз союз всех конфессий, независимо от вероисповедания. Русский чеченец, русский еврей, русский малорос, великорос, все должны считаться русскими. Это граждане Российской империи. И в Российской империи, кстати, было уважение ко всем этносам. И разные были формы правления. И Польша входила в Российскую империю, и Финляндия, и так далее, и так далее. Поэтому вот это нам надо возрождать сегодня. Поэтому если мы будем рассматривать вот этот весь новостник с точки зрения либо материализма, либо духовности, что надо сказать, что сегодня началась религиозная война. И она ведь началась не вчера, а 27 июля 2018 года, когда был выдан Томас Украинской православной церкви от Константинопольского патриархата. Ну разве могла Россия, православная Россия, вот это терпеть? Издевательство. И сегодня президент Зеленский лишает гражданства священников. 12 священников он лишил украинских паспортов. Но сколько можно это терпеть? Поэтому все вот эти предпосылки, которые мы сегодня обсуждаем и пытаемся моделировать образ светлого будущего, они не из потолка взялись. Россия не может терпеть, когда страны НАТО и те инородцы, которые сегодня пришли на территорию, на нашу территорию, они творят беспредел и призывают к сатанизму. Вот Россия, совсем другие у неё призывы. Россия всё-таки призывает к возрождению русского духа в мировом масштабе. Алексей, спасибо за вашу речь. Вы перечислили два типа сознания, а мы на нашем канале призываем людей к третьему состоянию сознания. Это объединение духа и материи и создание на земле царства Божьего. То есть именно на земле нашими руками мы должны построить новое, красивое, процветающее царство-государство. Я полностью с вами согласен, поддерживаю вас. Один из идеологов монархического движения Владимир Махнач сформулировал вот то, что вы сейчас сказали и дал понятие так называемой полибиевой схемы. То есть сочетание всех форм правления, которое, в общем-то, открывает как бы двери для диалога между разными последователями разных идеологий. И либерализма, и левой идеи, и правой идеи. Почему у нас Госдума не место для дискуссий? Ведь это площадка, на которой можно развивать различные дискуссии. Пусть спорят до утра, до хрепоты, но это элементы нашего общества. Создание социальной гармонии в обществе, объединение вокруг некой высокой идеи, вокруг человека-творца, человека-победителя, человека-героя. Я призываю все-таки наших слушателей объединиться вокруг военных, потому что именно военные сегодня смотрят каждый день в смерти глаза и не боятся умереть. Поэтому они обречены сегодня на победу. Именно военные сегодня смогут вывести нашу страну из того тупика, в котором она оказалась последние 10 лет. И сегодня в России нет Олимпа. Нет Олимпа. Исчез человек-герой, человек-творец. Гедонизм и телесный комфорт стали главной целью обывателя. Обыватель сегодня живет по принципу поинтереснее замаскировать бессмысленность своего существования. Нет больше Олимпа, нет больше духовной сферы, к которой как раз 200 лет назад человек обращался как к сфере объективного духа. Поэтому я призываю все-таки вернуть Олимп. Вернуть Олимп в виде духовной сферы как победы над материальным бытием. И сто лет, сто лет подряд троцкисты именно со своей песней «Интернационал» грабили и уничтожали нашу страну. И в итоге что они пропагандировали? Что, дескать, не нужен нам ни царь, ни бог и ни герой. Нам сегодня как раз нужен герой. И я вижу все-таки нашего коллективного героя в виде воина как противовес торговцу. Поэтому, друзья мои, давайте объединяться вокруг воинов, вокруг наших военных, которые сегодня жертвуют собой ради нашего светлого будущего. Россия сегодня это территория героев, территория воинов, и самая главная ценность России это ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек с топором. Благодаря этому не затухает искра жизни в истории. Поэтому территория России, это надо понять, что нам необходимо сохранить целостность России. Это точка противостояния Западу и Востоку. И это, друзья мои, дает нам шанс на свободу. Поэтому держим строй, держим порох сухим, вместе победим, готовимся к решающему сражению, и пусть военные наши герои наконец придут, проведут новую национализацию в нашей стране, и порядок в России наведут. Спасибо, Алексей. Но на самом деле лучше объединяться вокруг мудрецов. Были бы мудрецы у нас у власти или, по крайней мере, в управлении, у нас не было бы этой войны. Спасибо, Алексей. На этом все, друзья. С нами был Алексей Климен. До новых встреч. До свидания. Продолжение следует...